Отчетную встречу Акима Лисаковска с населением решено было провести в самом большом зале города. Он вмещает 600 человек. К началу встречи не было ни одного свободного места. В первую очередь Мараджан Дубаев отчитался перед горожанами, как Лисаковск прожил 2014 год. А был он непростым. Упали мировые цены на металл, что не могло не сказаться на экономике города. Производство бокситов снизилось на 13,9%. Производство концентрата железнодородного на 21,7%. Ситуация в сложившихся городообразующих предприятиях нашего города еще раз подтверждает необходимость разработки новой масштабной программы развития страны, о которой говорится послание главы государства. По признанию главы Лисаковска подводят и проекты, попавшие в карту индустриализации. Все четыре, как выразился Мараджан Дубаев, хромают. Но больше всего проблем у картонно-бумажного комплекса. Общая задолженность предприятия перед кредиторами – почти 450 миллионов тенге. С ноября 2014 года у КБК новые собственники. Одного из них, Фархата Галеева, пригласили на эту встречу. Он рассказал, что отдельные проблемы предприятия уже начали решать. Да, мы понимаем, что есть проблемы. Несмотря на это, готовы. У нас есть план модернизации, есть план развития. Но все это как бы в отдельных случаях есть какое-то непонимание. Под непониманием Фархат Галеев имеет в виду работу судоисполнителей, которые пытаются взыскать с предприятия в пользу бывших работников долги по заработной плате, коих накопилось 4,5 миллиона тенге. Если подходить, с учетом того, что вы выбрали с такой кредитовской задолженностью, погасить эту заработную плату и работать спокойно, чтобы никакие судебные исполнители вас не донимали. Они выполняют свою работу. Жители Лисаковска, когда им предоставилась возможность, задали вопросы о строительстве в городе арендного жилья для молодежи и о ремонтах по программе модернизации. Но Ралыс Адуакасов ответил, что в этом году деньги будут выделяться только на социальные обязательства и неотложные ремонты. Еще несколько вопросов лесоковчане не решились задать вслух и передали Акему области в письменном виде, чтобы он их озвучил. Не так часто обращаюсь в больницу, но остается неприятный осадок. Меня очень возмущает то, что врачи в нашей больнице очень некорректно ведут себя по отношению к пациентам, постоянно грубят, не оказывают должного внимания, лечат ведь не только медикаментами, доброе слово. Участие больному тоже много значит. Ответить на этот вопрос пришлось руководителю областного управления здравоохранения. О проблеме здесь уже слышали. Все факты из обращения будут проверены. Если они подтвердятся, то меры будут приняты самые жесткие, вплоть до увольнения тех, кто подобным образом относится к пациентам. Валерия Зиновьева, РТН Лесоковск. При содействии телекомпании «Акцент». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова